Настрой был. Первый период запредельный. Выполняли задания, все получалось. Второй период провальный, конечно, получился. Пропустили пять шайб в втором периоде. В третьем собрались, но уже маленько не хватило. Перешли на три состава, где-то сил не хватило. Забивать надо было 5-3. Была возможность. Много недочетов, но все равно бились до конца. Можно за это только команде сказать спасибо. Результат отрицательный, но есть хорошие уже сдвиги по игре. Боремся до конца, бьемся. Это нам, в принципе, в будущем принесет победу, если так будем в дальнейшем играть. Но, опять же, реализация. Большинство забивать надо и много моментов, которые мы не используем. Блокировало много соперников сегодня бросков наших. Доходили бы они до вратаря в створ. Думаю, могли бы и выиграть сегодня с таким настроем. После предыдущего матча вы отмечали, что остались недовольны игрой, в частности, лидеров нашей команды. Как с этим фактором обстоит дело сегодня? Сегодня собрались у нас. В принципе, те, на кого мы рассчитываем, опять же, все равно есть ошибки. Будем работать. В принципе, здесь хоккей без ошибок невозможно сыграть, но сегодня не было таких фатальных ошибок, где игроки ошибаются и за счет этого проигрывает команда. Соперник заставляет ошибаться, но никуда не денешься. Это игра. Ну, мы победили. Настраивались, что будут очень тяжелые игры. Что в первый матч, хоть и победили там в пять шайб, но тем не менее, очень нелегко было все решено только в третьем периоде. Сегодня ребята тоже настраивали, что легче не будет. В принципе, так оно и получилось. Соперник неуступчивый. Лез на ворота. Мы сегодня проиграли свой пятак. Очень много шайб запустили с пятака. Тяжелые матчи. Очень тяжелые для нас. Рады, что победили. Интересный такой момент в концовке матча получился, который нечасто встретишь в хоккее. Пусть шайба и не побывала в воротах Кузнецких Медведей, но гол в пользу Белых Медведей был засчитан. Да, мы поначалу сами были в замешательстве, а потом оказалось, что семь человек на льду оказалось и поправил он. Насколько я помню, могу ошибаться, но когда нарушение численного состава идет при пустых воротах и идет бросок в створ, гол засчитывается. По-моему, так. Не могу быть уверен. Субтитры сделал DimaTorzok